Добрый день! Сегодня мы поговорим об инвестициях в коммерческую недвижимость США. Меня зовут Евгения, это Марина. Здравствуйте! Здравствуйте! Разрешите нам сначала представиться, чем мы занимаемся. Я риэлтор с государственной лицензией здесь в США, но имею опыт работы в недвижимости порядка пяти лет. Три года я работала в Европе и два последних года я работаю здесь в Америке. И базируемся мы в США, но работаем по всем штатам Америки. Марина, расскажи, пожалуйста, про свой опыт работы в недвижимости в США. Я живу в США последние 20 лет, работаю как агент 18 лет, специализируюсь в основном в коммерческой недвижимости. То есть я продаю жилые дома и здания, которые арендованы на Triple Net Lease. То есть здания, которые арендуются частным арендатором по договору аренды типа Triple Net. Что это? Что это такое? Это когда арендатор responsible, то есть он платит за все. За содержание помещения, insurance и за real estate taxes. То есть вы получаете чистый доход. Да, то есть получается, что собственник, инвестор, который покупает данное помещение, он платит только налог с дохода от аренды, а все остальное платит арендатор. Да, и причем это очень популярно в Америке, то есть такие здания можно купить с миллиона и выше. И людям нравятся такие сделки, потому что у них нет никакой головной боли, они получают свои проценты, то есть там 6-7 процентов. И лыса в основном договора на 20-25 лет. То есть получается, покупая такое помещение, человек себе обеспечивает, скажем, пассивный доход. То есть он вообще не участвует никаким образом в его аренде, то есть только заключив договор на долгий срок. Да. Отлично. А что касается недвижимости, помещений, квартир, многоквартирных домов? Жилые дома. Жилые дома. То есть какие есть виды? Я слышала, есть дома типа А, Б и С. Что это такое? Что такое класс А, класс Б и класс С? В чем разница? Класс С, жилые дома, находятся в районах, где живут такие люди победнее, то есть с маленьким инком. В основном они строились в 60-х, 70-х годах. И, конечно, то есть содержание на такие дома очень высокий процент, доходит до 60% от всего от гроз доход. От валового дохода, дохода от аренды. Да. И то есть их содержать очень дорого, и клиенты, которые там живут, люди с маленьким инком, с маленькой зарплатой, то есть иногда даже государство половину за них платит. То есть это класс С. Хорошо. Что такое класс Б тогда? То есть класс Б это два вида класс Б. Когда С-класс районы обновляются, то имеет смысл покупать класс Б жилой дом, вносить деньги, делать капитальный ремонт, то есть заполнять это здание арендатором, который уже будет класс Б, то есть с более хорошим инком, стабильностью. То есть это один вид. Второй вид класс Б это здания, которые строились в 80-х и 90-х годах, в лучшем районе. И у них есть некоторые аминотис, там как спортивный зал и может быть бассейн. Что такое класс А? То есть класс А это наиболее высший класс из всех трех типов, правильно? Да, класс и жилые помещения считаются самым лучшим инвестментом. То есть они строились где-то в 2000-х годах, там 2005. Они предоставляют очень много разных аминотис, то есть может быть 2-3 бассейна, хороший джем, даже там бизнес центр. И рассчитаны на арендовщиков, которые у них хороший заработок, люди, которые работают в офисах, банках, hospitals и так далее. То есть класс А, кстати, не очень легко найти на продажу. В основном они, если продаются, то доход составляет 5-6% чистый доход. Да, когда я нахожу возможность найти класс А с 7% чистый доход, то есть это считается очень хорошая сделка. И вот в принципе я на это и фокусируюсь, найти класс А с 7% чистый доход. Хорошо, можно немножко тогда уточнить. Класс А, что подразумевает? Вы сказали, что там больше структур для более комфортного проживания. То есть там есть и бассейн, и спортзал. И иногда эти здания или комплексы охраняются, правильно? Да, то есть это Герет Коммунити. Да, и в каких районах обычно, в каких штатах обычно такие комплексы существуют? Эти комплексы существуют во всех штатах и в основном в новых районах. То есть застройщик, когда думает строить класс А жилой дом, он уже видит, что там строят большие магазины, то есть хорошие жилые дома, частные дома. То есть класс А очень дорого построить, но этот инвестмент, он может приносит хороший доход на очень-очень много лет. И содержать класс А где-то 30-35% от дохода, потому что это новое здание. На сколько в среднем арендуются данные комплексы? То есть семья, которая заезжает в данный комплекс, на какой срок они подписывают договор? На все комплексы, во всех жилых домах, независимо от класса, договор на 12 месяцев. Но с последующим продлением? Да, конечно, люди не хотят переезжать каждый год, потому что это, кстати, переезжать стоит 2-3 тысячи. То есть дополнительно потратить. И то есть 2-3 тысячи это 2-3 месяца аренды. Когда люди въезжают, они подписывают годовой договор, но статистиклы обычно они там живут 3 года. То есть люди живут там, где есть рабочие места, правильно? Правильно. И обычно такие, скорее всего, комплексы, они находятся в штатах работающих, там, где люди обеспечены работой. Да, то есть это очень важно, когда вы покупаете жилой дом, смотреть, где мои арендовщики будут работать. То есть какие организации, какие рабочие места предоставляются, какое население, какой доход и так далее. То есть это надо все изучать. Понятно. То есть вы, когда рассматриваете проект, вы занимаетесь полным анализом. Вы анализируете и все. Обязательно. Хорошо. А какие проекты у нас сейчас у вас есть в работе? Ну, мне повезло, я могу сказать. У меня есть проект класс A, 7% годовых. Очень шикарный проект в штате Тексас. И я могу поделиться информацией с этим проектом, может быть, в следующий раз. Хорошо. Давайте тогда в следующем выпуске мы расскажем более подробно об этом проекте, покажем презентацию этого проекта. И уже более подробно расскажем и о самом месте нахождения проекта, и о цифрах, и о его доходности. Да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое.